Супермоделью на льду Мария Соцкого, 16 лет. И вот из свежего, что о ней пишут. Многим фигуристкам рост физический притормозил, если так можно выразиться, рост карьерный. Всё-таки маленьким и лёгким исполнять прыжки проще. Но Мария пока не хотелось бы сглазить приятные исключения. Её прыжки, сама чёткость, есть прогресс и в скольжении. Конец цитаты. Сказано авансом? Нет, всё по делу. Она повзрослела. В прошлом сезоне играла на льду Джульетту. Сейчас ушла в современную хореографию. Взрослее, как говорится, некуда. Как это, в 16 лет танцевать под музыку шнитке? Разбиралась Екатерина Ведьмедь. Она уже точит коньки на французский лёд. На носу финал гран-при в Марселе. Первый взрослый в её жизни. Мария Соцкого-сан, Россия. Мария Соцкого ворвалась и заставила потесниться золотых и серебряных на взрослом льду. На дебюте в Париже недавняя юниорка, чемпионку Медведеву, пока не перепрыгала. Мария Соцкого очень приятная. Но на пятки уже наступила. Если бы я не попала на пьедестал, я, наверное, была бы очень зла на себя. В Японии третья, но отстала совсем ненамного. Да и то от хозяйки японского льда Сатока Мияхары. Щелчок по носу Сатока Мияхары в короткой программе всё равно был сделан. Это моя любимая страна вообще из тех, где выступала я когда-нибудь, да, поскольку там всегда полные трибуны собираются, очень много болельщиков. И вроде уже привыкли, что не новая звёздочка женского фигурного катания в России, то сенсация, а всё равно удивились. 16-летняя Маша Соцкого не пошла, сразу побежала по взрослому льду. Пока искра ещё не пламя, но интриги уже добавила. Теперь все пьедесталы прочат и ей, но тут и на российском льду тесно от конкуренток. Кто бы не приехал на чемпионат Европы, это будет внутренний повтор чемпионата России. Борьба за третье место развернётся достаточно большая, потому что помимо Лены Родионовой, новая звёздочка появившаяся и блеснувшая в Париже. Но заблестела неспроста. Из районной Дю США в Новокосино, где занималась маленькая Маша, высоко не прыгнешь. И однажды она набралась храбрости и позвонила самой Елене Водорезовой. Она не брала трубку, и я сначала думала, ну хорошо, значит, это время мне собраться с мыслями, ещё раз подумать, что сказать. И потом я ей позвонила, и она взяла трубку. Да, и я сказала ей свои пожелания. Она очень сильно удивилась и сказала, что мне перезвонит. И вот эти вот сутки были такими очень тяжёлыми, поскольку я не знала, ответит она мне, да или нет. И она сказала, да, взяла под тренерское крыло. Что увидела в Маше, пока не рассказывает. Это только начало пути. Рано давать интервью. Очень хорошо начала, очень здорово. Пошла, и так мощно всё. Опять встала, просто зажалась. Немножко на кровать, и да. Пока вокруг все только гадают, что именно зацепила тренера Водорезову. Настойчивость или, может, увидела в Маше себя? Ведь сама ещё в 12 заставила весь мир ахнуть от удивления. Маленькая девочка с косичками перепрыгнула даже мужчин. Невероятный каскад по тем временам поднял её до небес. Когда я смотрела видео, как она в молодости каталась, и какая она сейчас серьёзный тренер такой собранный. Ну, вообще, два разных человека. Ну, я просто преклоняюсь перед ней. Лена Герна, она... Она очень на тренировках сконцентрированная. Она серьёзная. Иногда даже вроде бы как надо и посмеяться там где-то иногда на тренировке. Но что я, то есть у меня вот такая привычка с детства, что на тренировках я сконцентрирован, но мне вообще ни до чего нет дела. То есть даже, когда кто-то там смеётся или что-то весёлое происходит, я серьёзная. Вот Лена Герна точно такой же человек. Но повторит ли Маша успех самой известной ученицы Водорезовой? Ура! Когда сравнивают с человеком, на кого нужно равняться, и показывают, что вот тебе нужно равняться на неё. И если этот человек действительно такой, как Аделина, да, олимпийская чемпионка, талантливая фигуристка, то, конечно, почему бы и не равняться на неё? Ну, пока про Олимпиаду речи не шло, но я чувствую, что все, кто работает со мной, все возлагают на меня надежды, то есть много работают и ждут отдачи. Отдача есть, ведь уже с трёх лет знает, чего именно хочет. На лёд привела мама, а она зарыдала, но увидела красивое платье и решила остаюсь. А ведь были стимулы и посильнее. Стимул, что мне мама сказала, когда выиграешь первую золотую медаль, мы тебе купим собаку. Ну, конечно, это была такая большая цель. И на следующее соревнование я поехала и заняла первое место. Но собаку я не получила. Но зато я получила первое место и золотую медаль. И вот именно тогда, потом уже началось такое вот чувство конкуренции. И кинез Элвис появился только после 70-го золота. Да и мама – золотые руки. Каждая машина платья на льду придумана именно ей. Вот обратите внимание на платье. Разработчиком этого платья является машина мама. Не заметить катание Марии Соцкого и на льду невозможно. Рослая фигуристка. Редкость – 170 сантиметров. А взлетает легко. Молодец, умница очень сильная. Про нее и саму так говорят. Джульетта на льду. Романтика и грация – настоящая классика. Это как-то резко произошло. Я там за лето выросла на 10 сантиметров или на 12. И вот первый раз я вышла на старты. И все просто очень удивлялись. Ну, говорили, что с таким ростом, в принципе, очень тяжело. Но они забыли, что есть такая фигуристка Каролина Костнер, которая с очень высоким ростом и держалась очень много лет. Я думаю, что сейчас она опять вернется на высоком уровне. Она не похожа на всех. Она именно творит на льду искусство. А станет ли находкой для всего мирового катания? Сама Маша уверена, что и чемпионку Медведеву можно догнать. Но дело-то не только в ней. Нет ничего невозможного, но на данный момент российские фигуристки действительно нас очень много. И все очень сильные. И самый сложный старт в этом сезоне будет чемпионат России. Поскольку нужно отбираться на чемпионат Европы и мира, а квоты всего три. А девочек очень много. И еще и юниорки приедут на чемпионат России, которые тоже сейчас не самые слабые в мире. Сзади тебя целая очередь. И просто перешагнутые ты останешься ни с чем. А пока можно ненадолго покружиться перед зеркалом, платьев для выступлений хватит на целый сезон. А вот наряд для торжественного приема после финала гран-при еще только предстоит выбрать. Но главное, конечно, не наряды. Впереди, по прогнозам Маши, в начале декабря там будет очень жарко. Считаю, что есть только первое место. То есть второе место – это тоже своего рода такой проигрыш. Екатерина Ведмесь, Артем Загуменов и Максим Григорьевичев. Матч ТВ. Вот такая Джульетта на образца 2016. Это был спортивный интерес. Новые истории и новые герои через неделю. Я Кирилл Кикнадзе. Увидимся.